Всемирный день театра для заслуженного артиста Крыма Эшлифия Гяева не только профессиональный праздник, но и праздник души. Этому виду искусства он посвятил всю свою жизнь. Сейчас в его творческой шкатулке 19 лет работы в большом кино и 30 лет на сцене театра. А это более 100 ролей. Не раз слышим фразу «Актер? Да что вы там делаете? Выучил слова, вышел на сцену, сыграл и ушел». Но так думают те, кто далек от театра. Заставить зрителя поверить тебе, вызвать эмоции, смех, улыбку, слезы – это очень сложно. Способности к сценическому искусству Эшлифия Гяева проявились в детстве. Участвовал в школьных спектаклях и играл на музыкальных инструментах. Юморил, но стать актером не планировал. Жизнь и так сложная штука. Людям приходится нелегко. Поэтому я стремлюсь вызвать улыбку на их лицах, чтобы они хоть немного разгрузились от мирских хлопот и нашли отдушину в моей игре. Зрителям запомнились его роли в фильмах «Морские дьяволы» из «15.2», «Икра», «Жизненные обстоятельства», «Деньги», «Случайная запись» и многие другие. Но артист восхищен работой в театре. Как снимаются фильмы? Есть определенный эпизод. Твой выход. Его снимают в несколько дублей. Режиссер монтажа потом выбирает тот, что лучше. А здесь все в реальном времени. Входишь в образы и играешь до конца. Нет права на ошибку. Интересный собеседник. Многогранная личность с сильным голосом. Именно таким поклонники знают актера. Артистизм, индивидуальность и харизма сделали его любимцем публики. Но чтобы достичь таких результатов, нужно постоянно работать над собой, уверяет актер. Репетиции продолжаются и за пределами театра. Бывают очень большие тексты. Чтобы наилучшим образом предстать пред своим зрителям, нужно оттачивать свое мастерство ежеминутно. Я проговариваю слова сценария в пути. И во время обеда, и даже во сне. Рассказ о театральной жизни в режиме 24 на 7 оказался правдой. Я и сама не заметила, как во время интервью актер вошел в образ своего героя. Дочь моя, мне надо вам кое-что сказать. Вы всегда казались мне смиренной вполне. Поэтому я всегда любил вас сердечно. Это слова одного из главных героев комедии Жан-Батис Мольера Тартюф. Имена над этим спектаклем сейчас трудится коллектив. Страсти здесь кипят нешуточные. Режиссер Юрий Хаджинов прогоняет спектакль несколько раз в день. В таком ритме театр творит уже 30 лет. В юбилейный год его сотрудники создали более 100 проектов и постановок. В новом сезоне прошла премьера спектакля «Экэ дульберсу в лакетер». Это современная интерпретация легенды Арзахыс. У нас было выпущено несколько премьер «Севгей Кяэс», «Сайпсасбер Инсан», «Экэ дульбер». Мы вспомнили даже «Макбет» наш знаменитый, «Кармен». Также прошел плодотворно, замечательно, феерично, я бы так сказала, творческий вечер любимого певца народа Асана Белялова. Каждое их выступление – праздник искусства. Артисты работают в разных жанрах и продолжают осваивать новые направления. Постоянные репетиции, премьеры, гастроли у сотрудников Крымского латарского театра – важная задача – сохранить первозданный колорит народа. Эту особенность театр сохранил, несмотря даже на полувековую разлуку с Родиной. Мы привыкли благодарить за спектакль режиссера и актеров. Но не стоит забывать, что создание театрализованного представления – дело коллективное. Искусство на сцене – это большой труд художников, гримеров, костюмеров, швей и бутафоров. Есть некие остовы. Это в первую очередь театр, это телевидение, это наши музеи, библиотеки. Конечно же, это наши любимые фольклорные ансамбли. И все это в общем, в тандеме, создает душу народа. Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр занимает важное место в профессиональном театральном мире. Коллектив выступает из-за границы и будет продолжать радовать своих зрителей новым репертуаром.